Когда мы имеем дело с историей, мы сталкиваемся с очень серьезными мировоззренческими вопросами. Ну и, конечно же, когда мы говорим об истории, мы, конечно, говорим о познании некой реальности, которая скрыта от нас толщевиков, которую мы не всегда можем в полной мере познать только по одной простой причине, потому что мы имеем дело не с самой реальностью, которую изучаем, а с сообщением об этой реальности через источник, через документ и тому подобное. Поэтому в исторической науке всегда важна интерпретация и всегда нужны обязательно необходимое чистое сердце, всегда необходима порядочность ученого и гражданина. Вот сегодня я вашему вниманию предлагаю разговор вроде о знакомых вещах и, может быть, не совсем. Мы сегодня поговорим о некоторых загадках, связанных с библиотекой Ивана Грозного, Ивана Четвертого. Ох, сколько загадок в истории, начиная от египетских пирамид и кончая судьбами известных деятелей. И поговорим о знакомом и незнакомце, об императоре Александре Первом. Итак, мы с вами отправляемся в такое любопытное путешествие в прошлое. Прежде чем говорить о библиотеке, в средние века библиотека называлась Либереей Ивана Грозного. Напомню, что Иван Четвертый, Иван Грозный, Иван Васильевич Четвертый, фигура во многом антинамичная. Прежде всего потому, что в его эпоху завершается процесс объединения русского государства. Начинается, проявляется весьма противоречиво, весьма сложно процесс централизации. На его время приходится самое насыщенное в истории время реформы. Никогда за всю историю России не было такого количества реформ, которые проводились в стране. Это реформы избранной рады. А вот второй период правления его был отмечен чудовищной диктатурой. Кровь и насилие – вот черты этой диктатуры. Надо сказать, тем не менее, несмотря на то, что это было время весьма тяжелое, страшное, тем не менее, это было время расцвета русской культуры. Взять достаточно домострою и упомянуть. Эту энциклопедию русской жизни. Или великие чети Минеи, митрополита Макария. Или та же самая переписка Ивана Четвертого с Андреем Курбским. Иван был изумительным писателем, очень и очень образованнейшим человеком. И, конечно, трудно нам не предположить, что он не имел библиотеки. Поэтому так вполне объяснимо стремлением многих авторов найти эту тайну. Где же хранилась, где вообще была библиотека Либерея Ивана Четвертого? Сегодня есть несколько версий существования этой библиотеки. Во-первых, первое предание состоит в том, что книги, библиотеку Ивана Грозного привезла в Москву Софья Палеолог, дочь последнего византийского императора. Но чтобы сохранить ее в деревянной Москве, а пожары были весьма частыми, будущая бабка Ивана Четвертого призвала итальянского архитектора Фиараванти, который построил под Кремлем, так говорит легенда, подземный бункер. Да, подземные ходы, где хранилась эта Либерея. Причем, как пробраться в заветный тайник, знало лишь несколько человек. Это приближенно Ивана Четвертого. Ну вот, конец XVI века, начало века бунтажного, XVII века, смутное время, и тайну библиотеки унесли с собой. Все посвященные в тайну библиотеки погибли. Так вот, вот эта версия довольно долгое время существовала в исторической науке. И сегодня ряд историков говорят о том, что, пожалуй, эта версия весьма-весьма ущербна. Прежде всего тем, что вряд ли даже под опекой римского папы, находясь под опекой римского папы, Софии было дозволено, или Зои Палеолог, было дозволено вывести такие ценности из Рима. Известно, что, по легенде, Зоя Палеолог или София Палеолог привезла в Москву 70 подвод книг. 70 подвод книг. Так вот, ни в одном документе XV века, дошедшего до нас, не говорится о том, нет сведений о том, что она действительно привезла эту библиотеку в Москву. Петр Аркудий, ватиканский посол, приехал в Россию в 1600 году, через 128 лет после Зои Палеолог. Он интересовался, какие греческие и латинские рукописи есть в Кремле. Так вот, он, видимо, прослышал о существовании тайной библиотеки Ивана Грозного, но не нашел ничего. И заключение Аркудия для римского папы было следующее. Библиотеки не существовало, поскольку русские князья, писал Аркудий, отличаются своей необразованностью. То есть первый аргумент, что библиотека была привезена в Москву, София Палеолог, фактически сегодня не работает. И поэтому мы можем сказать, что эта концепция весьма эфемерная. Второй аргумент в существовании библиотеки либерии Ивана Грозного – это сказание о преподобном Максиме-философе, иноке со святой горы Афон, а именно сказание о Максиме-греке. Максиме-греке. Будто бы Максим-грек был приглашен Иваном IV для того, чтобы навести порядок в библиотеке, разобрать ценные и неценные книги и сделать описание. Так вот, сегодня тоже у нас нет практически никаких документов, которые могли бы подтвердить существование, что именно Максим-грек проводил опись библиотеки Ивана Грозного. Более того, известно, что Максим-грек ни разу не упоминал вообще, даже в своих сочинениях, в своих писаниях, вообще даже либерии библиотеки Грозного. Ну и существует третий аргумент, посмотрим здесь. Это свидетельство некого пастора, пастора Виттермана. Да, рижский бургомистр Нинштадт опубликовал Ливонскую фронику, в которой он упоминает этого рижского пастора, который попал к русским в плен. И якобы этот пастор видел библиотеку Ивана Грозного. Грозный познакомил его с этой библиотекой, пленившись ученостью этого пастора. Так вот, что интересно, третий аргумент существования библиотеки тоже не работает. Дело в том, что у нас, кроме вот этой хроники, практически нет ни одного доказательства вообще приезда в Москву этого пастора Виттермана. И вот, пожалуй, один из самых известных аргументов в пользу существования библиотеки – это так называемый список до Белого. В 1822 году профессор римского права, христиан Добелов, заявил, что в архиве города Пярну обнаружил рукописный каталог библиотеки некого великого русского князя. Якобы этот каталог был написан на простонародном немецком наречии, мелкими буквами, чрезвычайно нечетко. Причем в каталоге якобы упоминалось, по мнению до Белого, около 800 книг. Список до Белого стал, так сказать, известен. И решил этот список проверить. И уже в 19 веке архивист Вальтер Клосиус решил попросить у до Белого оригинал вот этого, этой описи библиотеки. До Белов оригинал не показал. А когда поехали в местный архив, то заявили, что до Белов вообще сюда даже не приезжал. Вообще никакого профессора до Белова не знают. Поэтому сегодня некоторые историки считают, что список до Белого, главный аргумент в пользу существования библиотеки Ивана Грозного, это тоже миф. Есть еще один очень важный аргумент в пользу того, что библиотека Ивана Грозного вообще даже не была привезена в Москву. Эти книги Иван Грозный даже в руках не держал. Есть, существует мнение о том, что во время разгрома Константинополя, я хочу подчеркнуть, Константинополь потрясающий город. Две трети мировых богатств были в Константинополе. Вы можете себе представить, сначала грабили крестоносцы, потом турки. Так вот, ограбление Константинополя крестоносцами привело к тому, что в Европе зародился капитализм. Такое несметное количество богатств принесли европейцы в Европу. Так вот, по свидетельствам историка византийского, дуке византийского, после штурма 29 мая турецким султаном Мехметом известно, что султан дал приказ на разграбление города. Из сообщений историка мы знаем, что были книги уничтожаемы, уничтожаемы сотнями и тысячами. Поэтому говорить о том, что якобы часть этих книг прибыла в Москву, это тоже большая натяжка. Была еще одна версия существования библиотеки Грозного. В 1724 году по намарь церкви Иоанна Претечи на Пресне Конан Осипов заявил, что некий дьяк Василий Макарев перед смертью поведал о подземном ходе от Тайницкой башни до реки Неглинной. Говорилось вот о чем. «Под землей в Кремле тайники и палаты великие, полны сундуков до сводов, а двери у тех палат железные, на них замки превеликие до печати на проволоки свинцовые». Петр повелел, Петр первый заинтересовавшись, человек вообще был яркий, даровитый, многим интересовался, повелел Осипову найти эту библиотеку, найти эти сундуки. Но раскопки оказались неудачными. Через 10 лет Осипов опять обратился в Сенат уже после смерти Петра и попросил денег на то, чтобы раскопать эти ходы, эти сундуки. Больше того, выяснилось, что сам-то Пономарь проворовался, раскопы ничего не дали, в конечном счете ничего не нашли. То есть попытка обнаружить в московском подземелье под Кремлем какие-либо сундуки, тем более с книгами, оказались опять-таки неудачными. В 1933 году известный советский спелеолог и краевед Игнатий Стилецкий пишет письмо Сталину с просьбой разрешить раскопки под Кремлем. И получает добро. В конце концов, в ходе этих раскопок практически ничего не нашли. Единственное, что было обнаружено, каменная цистерна 15 века. И последняя версия существования библиотеки. То, что царь вывез библиотеку в свою временную столицу. Ну-ка, кто из вас помнит, какая была временная столица? Александрова Слобода. Вы видите Александрову Слободу. Раскопы в Александровой Слободе также ни о чем не позволяют нам найти эту библиотеку. То есть, по большому счету, все версии в той или иной степени оказались ущербными. Поэтому сегодня в основном серьезные историки говорят о следующем. Видимо, все-таки действительно какие-то древние книги были. Но, скорее всего, они хранились просто и вполне официально в богатых домах. И, возможно, эти книги, если не библиотека, а именно отдельные книги, были у самого Иоанна IV. Но говорить о какой-либо таинственной библиотеке, о каких-то несметных богатствах, сегодня не приходится. То есть, можно говорить по поводу либерии Ивана Грозного как о неком своеобразном мифе. Скорее всего, либерию не найдут. И вот, конечно, еще одна фигура, тоже представляющая собой любопытную загадку нашей истории. Это царь Александр I, Александр Павлович. Вообще, с именем Александра I связывают очень многое. Это был действительно человек исключительных дарований. Человек, который начал в России либеральные реформы. Помните, как он заявил, буду проводить реформы по закону бабки своей. И эти знаменитые указы, первый в практическую плоскость поставил вопрос о ликвидации крепостного права. В частности, своему указу о вольных хлебопашцах. С его именем в то же время мы ассоциируем и Аракчеева, и военные поселения. Так вот, если вы посмотрите в любой учебник истории, то заметите следующее. Что обычно мы говорим о том, что Александр I умирает накануне восстания декабристов. Что он умер. Это официальная версия, которая есть практически в любом учебнике истории. Но вот что любопытно. Некоторые факты его жизни позволяют поставить вопрос иначе. Прежде всего, конечно, это то, что накануне так называемой смерти Александр I совершенно неожиданным образом отъезжает из столицы. Вообще, отъезд императора Александра I происходил по совету врачей, которые считали, что его супруге Елизавете Алексеевне необходим хороший климат, мягкий климат, теплый климат. И лучше всего отдыхать почему-то на юге России, в Таганроге. Вот отъезд Александра I отличался какой-то странной суетливостью. Государь отменяет почему-то все смотры, парады, военные маневры. Сопровождают его в этом отъезде на юг почему-то четыре человека. Причем, что интересно, он приказал привести все документы в порядок и обратился к одному из своих помощников, князю Голицыну, министру духовных дел, с тем, чтобы тот обязательно, обязательно проследил, с ним ли находится акт о престолонаследии. В 1 сентября в 4 часа по полуночи Александр I покидает Петербург. Он останавливается у ворот Невской лавры и входит в соборную церковь, останавливаясь у мощей святого Александра Невского. По приглашению митрополита Серафима он прошел в келью, в одном из монастырских келей. Митрополит представил царя схимнику, достопочтенному отцу Алексею. И вот здесь состоялся очень интересный разговор в келье. Вот этот разговор как раз показывает нам душевное состояние царя Александра I. Ну, я немножко процитирую, чтобы вы сфокусировались на этом. Подложая разговор в полголоса с митрополитом, государь спросил его, все ли здесь имущество схимника? Где он спит? Я не вижу постели. Спит он, отвечает митрополит. Схимник, вслушивая слова эти, встал и сказал, «Нет, государь, у меня есть постель. Пойдем, я покажу тебе ее». С этими словами он повел императора за перегородку в своей келье, где представилось поразительное зрелище. На столе стоял черный гроб, в котором лежала схима, свечи и все, относящиеся к погребению. «Смотри», – сказал схимник, – «вот постель моя». И не моя только, а постель всех нас. В нее мы, государь, ляжем и будем спать долго. И в конце, после этой встречи, последние слова Александра были следующие. Сев в коляску, он сказал, «Помолитесь обо мне и жене моей». Вот предчувствие чего приехал далеко за полночь. Непонятно. То ли это была панихида, то ли это был напутственный молебен, но встреча была действительно очень странной. При оценке деятельности Александра I всегда возникает странное ощущение. Есть ощущение того, что Александр устал от жизни, устал от власти. Вот здесь приведено свидетельство Михайловского-Данилевского, известного историка войны 12-го года, который это отмечает. Смотрите, что говорит Александр. «Что касается меня, я пока чувствую себя хорошо, но через 10 или 15 лет, когда мне будет 50...» Почему Таганрог? Почему именно Таганрог был избран для того, чтобы лечиться? Неясны мотивы. Причем в письме князя Волконска говорится, «Не понимаю, как доктора могли избрать такое место, как бы в России других мест лучше всего нет». Шильдер, известный русский историк, который всю свою жизнь занимался Александром I и Екатериной, пишет, «Доктора указывали на Италию, Южную Францию или Южную Россию, причем, надо полагать, они вряд ли, говоря о Южной России, имели в виду побережье Азовского моря, славящиеся и поныне своими ветрами, снежными заносами, стужами». Царь пребывает в Таганрог. При этом ведет очень активный образ жизни. Он отъезжает с места отдыха до за тысячи верст. Он посещает, например, город Козлов, Тамбовской губернии, посещает Крым. А князю Волконскому своему идиотанту говорит, «Я скоро пересерюсь в Крым, я буду жить частным человеком». Князю Волконскому он также говорит, «И ты выйдешь в отставку, и будешь у меня библиотекарем». Надо сказать, что Александр объезжает окрестности Таганрога, посещает много святых мест. И в частности, во время неосторожной поездки в Георгиевский монастырь, вы видите фрагменты пейзажа с Георгиевским монастырем, послужили исходной точкой поразившего его вскоре смертельного недуга. Вообще существует особый документ, он хранится в Государственном архиве, где говорится о том, что царь простыл и заболел. Вот, правда, одна любопытная деталь. Этот документ абсолютно, так сказать, анонимен. Мы даже не знаем, кто этот документ составил. Вообще любопытны замечания врачей, которые окружали Александра. Врач Вилле говорил о том, что ни мне, Тарасов, врач Тарасов говорит, что они ни мне, ни Вилле не жаловался на какое-либо расстройство в своем здоровье. То есть Александр был человеком очень с хорошим здоровьем, крепким здоровьем. Сама Екатерина занималась в свое время, даже его, так сказать, лучших наставников ему подобрала. Его воспитывали в достаточной суровости аскезе. Не менее загадочно, загадочно другие обстоятельства этой странной поездки. Дело в том, что доктор Тарасов описывает тот день, когда император умер. Причем, что касается поведения врачей, то они очень странным образом себя ведут. Когда императрица увидела все это, то, как рассказывает Елизавета Алексеевна, «Около пяти часов я послала за Вилле и спросила его, как обстоит дело. Вилле был весел». Император умирает, а Вилле был весел. Вот тоже очень непонятно. Он сказал мне, что у императора жар, но что я должна войти? Что он не в таком состоянии, как вчера. И далее дальнейшее продолжение разговора опять-таки вырезано. Мы не знаем, по какой причине. Более того, многие записки внезапно обрываются. Мария Федоровна писала, что Николай, Николай Павлович, брат Александра, любил уничтожать многое, касающееся брата. И весь дневник императрицы Марии Федоровны. Вот почему Николай Павлович, любивший своего брата Александра, намеренно уничтожал не просто какие-то государственные бумаги Александра I, а именно самые интимные документы, самые важные. Что скрывал? Можно отметить, что после 11 ноября 1825 года все документы, связанные с Александром I, были старательно уничтожены. Смерти, так называемой смерти Александра I, предшествовало еще одно любопытное событие, а именно гибель фельдъегера Москова. Вообще фельдъегерь погиб случайным образом. Знаете, бывает так, несется лошадь, полоску, кони рванули, фельдъегерь был сбит, смерть была практически мгновенной, практически мгновенной. Пытались что-то сделать, лучшие лекари Александра кинулись к фельдъегерю, ничего не помогло. Так вот, что любопытно, говоря о Москве, в 1902 году, император умирает официально в 1825 году, через практически 80 лет, профессор химии технологического института Аполлон Ч. Курбатов рассказывает историку Николаю Карловичу Шильдеру, что по матери был внуком фельдъегера Москова, и в семье Курбатовых было предание, как будто их дед Москов похоронен не где-нибудь, а в Петропавловской крепости, вместо Александра I. Причем предания хранились втайне. Надо отметить, что вообще семья Москова после его смерти была сыпана колоссальными милостями. Дочь Александра Курбатова получила пожизненную пенсию в размере жалования Москова. Николай I несколько раз, сам император, несколько раз уплачивал долги семьи, а сама дочь Москова была определена в училище на казенный счет. Так вот, естественно, возникает вопрос, почему такая странная подмена происходит? Чем объяснить? Вообще какая связь между Московым и императором Александром I? А может быть, действительно была подмена трупа? Может быть, действительно хоронили не Александра I, а вместо него этого самого фельдъегера Москова? Иными словами, это одна из загадок, загадок истории, безусловно. Безусловно, еще что нас поражает, это ряд загадочных, совершенно непонятных мотивов, которые присутствуют в письмах жены Александра, а именно Елизаветы Алексеевны. Она пишет своей матери о том неожиданном испытании, которое снизошло на нее. Она пишет о том, что невозможно наслаждаться жизнью. Причем, что любопытно. Вы можете себе представить, например, что жена не сопровождает гроб своего любимого мужа? Она вообще его даже не сопровождала в Петербург. Что любопытно, гроб ни разу не вскрывали. Никто не видел Александра I мертвым. Абсолютно никто. Она, кстати, Елизавета Алексеевна, после смерти Александра, еще четыре месяца жила в Таганроге и, как говорится, наслаждалась жизнью. Надо сказать, что, кстати, в личном плане Александр I был, в общем-то, несчастным человеком. Несчастным. Личная жизнь не сложилась. Причем, что интересно, доктора, которые окружали Александра, тоже сообщают о многих странностях. Известный доктор Тарасов, личный врач, был призван к императору лишь 14 ноября. Он отказался вскрывать и бальзамировать тело. Составил протокол вскрытия, но под этим протоколом не подписался. А затем, со временем, под этим протоколом была поставлена чья-то другая подпись, но не доктора Тарасова. Вообще, любопытно, был наложен государственный запрет на то, чтобы вскрывать тело Александра. Открывать тело Александра. Гроб. Дело доходило до того, чтобы в Москве ползли слухи о том, что тело царя подменили, даже боялись народных волнений. И вот здесь мы сталкиваемся еще с одним любопытным явлением, с одной любопытной личностью, со старцем Федором Кузьмичем. Осенью 1836 года, то есть через 12 лет, после событий, в окрестности города Красногофимска, это Пермская губерния, к находившейся там кузнице подъехал верхом на красивой лошади пожилой мужчина и попросил подковать лошадь. Кузнец, выполняя заказ, вступил с ним в разговор. Куда он, откуда он едет, как звать. На все вопросы старик отвечал неохотно и уклончиво. Образ действия этого пожилого человека вызывал подозрения. Более того, для простолюдина уж больно хорошо, кругло говорил. Кузнец подозрительно относился к этому человеку. В конце концов, собралась толпа, которая решила этого старца отвезти в участок на допрос. На допросе он отказался давать какие-либо сведения о себе, кроме того, что он, не помнящий своего родства, бродяга по имени Федор Кузьмич. Его всячески старались убедить открыть всю правду, дабы не подвергнуть закону, последствиям закона о бродяжничестве. Но он упорно стоял на своем. Результатами этого упорства стало наказание двадцатью дарми плети. Так вот, что любопытно, после этого наказания он был сослан в Томскую губернию, но вот что любопытно, тут же по этому случаю сюда приезжает представитель царствующей династии, великий князь Михаил Павлович. Михаил Павлович настолько напугал местные власти, что грозился вообще привлечь их к суду. Надо сказать, что Федор Кузьмич просил, чтобы его осудили на поселение в Сибирь. И сам он был сослан в Томскую губернию. Причем относились ему к нему очень хорошо. Ни в чем не отказывали. Конечно же, сами представители знатной династии внимательно следили за судьбу этого старца. Очень интересно показания крестьянина Сидорова. В этом показании крестьянин рассказывает, что воскопоставленная особа по имени Мария Федоровна присылала старцу одежду и деньги. Причем Мария Федоровна скончалась в 1828 году. То есть сразу после всех этих событий. В 1843 году старец ушел в Енисейскую тайгу на золотые прииски Попова. Жил в лесной келье на обрыве Красной реки. Жил в уединении. Мало кого принимал. Надо сказать, что часто давал очень умелые толковые советы местным крестьянам. Так кто же такой Федор Кузьмич? На этом слайде приведен любопытный пример. Старец Федор приходит к Парамонову церковному старости в Краснореченском. У Парамонову в это время жил солдат Оленьев, занимавшийся сапожным ремеслом. Увидав из окна проходившего в дом Федора Кузьмича, Оленьев спросил у бывших в избе христиан, кто это? Затем, бросившись в избе, вперед старца с криком, это царь наш, батюшка Александр Павлович отдал честь по-военному. Тогда старец сказал ему, мне не следует воздавать воинские почести, я бродяга, тебя за это возьмут во строк, а меня здесь не будет, ты никому не говори, что я царь. Еще один любопытный штрих к портрету Федора Кузьмича. Здесь рассказывается, этот отрывок я взял из сочинения Шильдера, где со старцем приключился следующий случай. Недалеко от его келья работники Латышева производили какие-то полевые работы и при этом пели песни. Вдруг они запели песню, начинающуюся словами «Ездил русский белый царь, православный государь, из своей земли далекой злобу поражать». Во время пения Федор Кузьмич сидел на завалинке у своей кельи, лишь только он услышал эту песню, он задрожал, заплакал и ушел в свою келью. Вообще, поражает еще одно любопытное, любопытные черты Федора Кузьмича. Он прекрасно знал все тонкости петербургского этикета, а также событий русской истории начала 19 века. Причем, он знал многих государственных деятелей очень-очень хорошо. С большим благоговением он отзывался о митрополите Филарете, рассказывал о графе Алексея Алексеевича Рокчееве, его военных поселениях, о его деятельности, вспоминал о Суворове, Кутузове. Но вот один любопытный момент. Никогда Федор Кузьмич не говорил об императоре Павле и никогда не говорил об Александре Первом. Вот очень любопытный пример. Иван Данилович Митрополов, помощник известного вам деятеля политического победоносцева, показал подаренную ему книгу барновольским мещанинам Сдобниковым. Книжка называлась так «Книжица, заключающая Акафист в воскресенье Христову и сказания об Антихристе». Генерал Дубровин сказал Митрополову «Покажи мне эту книжку». Я знаю почерк Александра Первого. И тотчас скажу «Он ли писал?» Увидав первую страницу Акафиста воскликнул «Это писал Александр Павлович». Копии записок старца были переданы Александру Третьему. Потрясающая вещь. Даже святые, святой покровитель Федора Кузьмича, благоверный князь Александр Невский был святым покровителем Александра Первого. Даже здесь было единство. Старец умер в своей келье 20 января 1864 года. Так все-таки кто же такой Федор Кузьмич? И почему он так боялся упоминать, так не хотел упоминать ни имени императора Павла, ни Александра Первого? «Может быть, в гибели Павла Петровича, Павла Первого и кроется драма этого человека. Может быть, это была вообще даже и не смерть, о которой мы обычно привычно пишем несколько скупых строчек в наших учебниках. Александр Первый умер, а может быть, он и не умер. Может быть, он ушел и ушел по одной простой причине. Он всю свою жизнь, этот русский сфинкс, так его еще называют, мучился страшным событием, которому был свидетель. Он был свидетель, как убивали его отца. И он молил графа Палина, убийц отца, сохранить Павлу, отцу, жизнь. И, видимо, всю свою жизнь не мог себе этого простить. Ему очень часто об этом напоминали небезызвестные Наполеоны. Может быть, это была не смерть, может быть, это был уход, может быть, это была расплата за некие грехи. Сегодня такую точку зрения некоторые историки высказывают. Но, наверное, пройдет еще какое-то время с тем, чтобы это представление о том, что не смерть, но уход в историографии, в исторической науке утвердилось. Я думаю, что наступит такое время, и эта историческая тайна будет разрешена, как и многие другие. Вот на этом, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...